Звездный корсар Звездный корсар Звездный корсар Звездный корсар Вот как выглядит одна из обложек романа Я уже не раз писал, что творчество дисковца богоборческое Но, к сожалению, этого пока в упор не видит никто Учитывая, что в нашей стране только специалисты знают, что такое богоборчество Кратко поясню, что это Есть религии, которые считают, что Господь Бог Тот самый Господь Бог Которому поклоняются и православные люди Никакой не символ добра А на самом деле он законченный подонок Который либо создал изначально изуродованный мир Либо узурпировал его И в силу этого его изуродал И это уродство обрекло все живые существа в нашей Вселенной На вечное страдание И понятно, эти религии призывают людей бороться с властью такого бога Именно это и называется богоборчество Самой известной из таких религий в наше время является гностицизм Нужно также отметить, что гностицизм дожил до нашего времени И в современном мире есть немало гностических церквей и организаций Правда, о них почему-то мало русскоязычной литературы Хотя, наверное, догадаться почему несложно Православие ведь – это наша духовная скрепа Оно учит поклоняться Богу, а не бороться с Ним Из современных религий, на мой взгляд, нужно выделить Экслисию – гностика Она действует в Лос-Анджелесе и имеет действующие приходы В Сиэтле, Портленде и Остине К ней примыкает ее дочерняя организация – гностическое общество Изначально она была основана в Англии в 1953 году Я также выделил бы еще гностическую католическую церковь Экклесию Пистисофия То, что творчество дисковцев буквально пронизано богоборчеством Мне сжет глаза уже очень много лет И наиболее четко и глубоко это просматривается, на мой взгляд, в творчестве Ивана Ефремова Учеником которого много лет и был – Олесь Берник Наиболее откровенным богоборческим произведением Ивана Ефремова, на мой взгляд, является его роман «Час быка» Самое главное в этом романе – это так называемая теория инфернальности Которая учит, что наш мир изначально изуродов И называет это изначальное уродство инферном Правда, первый документ, который так это назвал, принадлежит далеко не Ивану Ефремову Он известен в Европе с 13 века и считается, что он принадлежит Перу не больше и не меньше, как бога Гермеса Древнегреческого бога или Гермеса Трисмегиста, трижды великого Документ называется «Герметический корпус» Я также не раз говорил, что наиболее точно суть инферна Ивану Ефремову удалось выразить не в честь инфернат, а в другом своем романе «Лезвие бритвы» Вот это цитата Получить лучшее, создать совершенство природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых, то есть через страдания Наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ Это первичный изначальный принцип всей природно-исторической эволюции И он изначально порочен Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни И если бы был создатель всего сущего, тогда это его грех Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его, какая бы цель ни ставилась Потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания Но, повторяю, этого, равно как и многого другого, сегодня в произведениях дисковцев почему-то никто, как говорится, в упор не видит Зато ахинеи типа Иван Ефремов был настоящим коммунистом, настоящим советским писателем, настоящим материалистом-диалектиком Сегодня написано, хоть отбавляй После того, как братья Стругацкие признались в одном из своих интервью Я, кстати, так и не нашел его в сети, хотя его упоминаний судней Буду благодарен, если кто даст ссылку, что из всех мировоззрений, выработанных человечеством Им ближе всего гностицизм, публикации о гностицизме у Стругацких, наконец, появились Но все они откровенно убоги И, по сути, завязаны на их последнее совместное произведение Повесть, отягощенная злом или «Сорок лет спустя» Да это и понятно Это произведение, которое успело выйти еще в СССР в 1988 году В журнале «Юность», 6-7 номер, откровенно гностическое И один из его главных героев – гностический демилург Тот сам, кого православные люди считают Господом Богом Но даже это произведение, изданное на пике Перестройки Несравнимо осторожнее звездного корсара Олеся Берника Изданного в 1971 году Самое же главное гностические мотивы произведения Стругацких Просматриваются куда раньше, намного раньше, чем повести «Отягощенная злом» Или «Сорок лет спустя» Они просматриваются у них минимум с 60-х годов Есть также исследования, как научные, так и богословские Что гностицизм просматривается у Джона Толкиена И с этим я тоже согласен Хотя и с оговоркой Не гностицизм, а богоборчество Богоборчество у дисковцев, что у наших, что у зарубежных Все же не совсем гностическое Если не сказать совсем не гностическое И это все Больше, повторяю, на сегодняшний день нет ничего Да и то, что есть, как я уже сказал, откровенно у Бога Что и позволяет появляться бесчисленным спекуляциям Типа Иван Ефремов был настоящим коммунистом Настоящим советским писателем Настоящим материалистом, диалектиком Или Джон Толкиен был настоящим католиком Который мыслал по-правословному И роман Олеся Бердника «Звездные корсары» Здесь единственное исключение из правил В нем богоборческая сторона Учения тайного общества диска Или концепции шестимерной вселенной Роберта Бартини Раскрыта совершенно открытым текстом Один из главных героев этого романа Тот самый Демиург Ну или Господь Бог Как кому больше нравится У Бердника его, кстати, зовут Ариман И очень хорошо показано Какой же он подонок Второй главный герой Сатана Тот самый Сатана У Бердника его зовут Гориор И третий главный герой Гермис Трисмегист Тот самый Гермис И показано в противостоянии Гермиса и Гориора С Аримана Еще открытым текстом сказано Что смерти нет И жизнь в нашей вселенной Точнее в наших вселенных Строится на реинкарнации И он все это каким-то чудом Умудрился опубликовать в Советском Союзе В 1971 году В самый разгар научного атеизма И есть мнение Что именно за этот роман А не за работу в украинской Кельсинской группе Он и схлопотал Четыре года тюрьмы Я этому мнению верю Кстати Кстати, я так и не понял Почему он бога православных людей Назвал Ариман То, что это имя бога зла В зороастризме Думаю, образованные люди знают Равно, как и думаю, стрела Аримана В части быка Ивана Ефремова Фигурирует далеко не случайно Хотя, конечно, возможно, что он таким образом просто подчеркнул Что сатана в этом мире Не тот, кого держат за него Православные люди А как раз тот, кого они держат за Господа Бога Но, наверное, это слишком просто То, что бог православных людей С начала времен скрывает свое имя Теологам ведь известно очень давно Но почему он это делает Внятно до сих пор не смог объяснить ни один теолог Если кто не знает поясню И Иегова, и Яхва Это не имена, а прозвища Равно, как и сатана Тоже не имя, а прозвище Но сатана свое имя не скрывает И с начала времен известно Что его зовут Люцифер Что дословно переводится Свет несущий И такое замечательное имя христиане Включая православных людей Мудрились сделать недобрым И повторяюсь Олесь Берник единственный Из советских писателей Кто открыто и всерьез предпринял попытку Вернуть сатане доброе имя Каким образом он попытался это сделать Мы рассмотрим в следующих частях онзыва Если понравился ролик Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях И на других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите в подсказке И на конечных заставках Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!